Камзухам, здравствуйте, добрый вечер. Сейчас мы находимся уже достаточно поздно в Шуше, но, как мы видим, очень много народу. Сегодня вы с утра были здесь, мне хотелось бы узнать ваше впечатление и как вообще вот этот день, как вы сможете прокомментировать нам. Я сначала вам скажу, почему мы тут сегодня находимся, почему с утра мы тут собрались. Весь азербайджанский народ и весь мир знает, что 30 лет наши территории были оккупированы нашими врагами, так скажем, Арменией, и 30 лет совершалось экологический террор против нашей природы, незаконно эксплуатировались наши природные ресурсы. И данный момент, сейчас, в настоящее время, тоже вот после нашей победы, тоже два года уже продолжается экологический террор против наших земель, против наших законных земель, и эксплуатируется, продолжается эксплуатация наших природных ресурсов. И вот это обострение экологической обстановки вызывает у нас, у общественников, у экологов, и у лидеров гражданского общества серьезную обеспокоенность. И сегодня причина нашего сегодняшнего сбора, мы обратились с обращением российской посольства, передать главнокомандующему Волкову российской творческой армии, главнокомандующему Волкову, передать нашу не просьбу, а требование, чтобы проводить мониторинги, законные мониторинги на наших законных территориях, посмотреть, что там происходит. Но, к сожалению, сегодня с утра мы прошли за ответом, увидеться, поговорить с Волковым. К сожалению, господин Волков не соизволил себе появляться перед гражданами Азербайджана, которые без оружия. Помимо того, чтобы выйти, ответить, он выстроил, как видите, своих солдатов с пулеметами, с калашников, с автоматами против нашего мирного населения. Слава Богу, все тихо, мирно проходит. Но мы заявили несколько раз, что мы отсюда не сдвинемся ни на шагу, пока Волков, генерал миротворческих контингента Российской Федерации, пока он не изъявится и не ответит на наши вопросы и не даст нам конкретный график или день назначения, где наши экологи будут проводить экологический мониторинг на нашей законной территории Азербайджанской республики. Кстати, вы упомянули о том, что акции проходят мирно. К сожалению, некоторые армянские телеграм-каналы и сайты пишут, что азербайджанские экологи и азербайджанские активисты, они с оружием и нападают. Но мы тоже в прямой эфире. Вы тоже с утра здесь были. На самом деле тоже видно, что абсолютно нет никакого. Я думаю, что мировое сообщество уже давным-давно знает, что пишет вот эта армянская пресса. И всю жизнь, 30 лет писали ложь. До сих пор продолжают ложь. Слава Богу, видите, простые граждане Азербайджана, которые выступают перед ним только лозунгами и телефонами на руках, где они делают прямую трансляцию от нашей акции. И, как видите, у нас и костер зажгли, и кушать есть, и попить горячий чай есть у нас. И, слава Богу, наш флаг там висит. Мы никакого столкновения не хотим. Только хотим, чтобы господин Волков вышел и ответил на наши вопросы. Спасибо большое. Благодарю. Спасибо. Я призываю всю мировую общество, люди, которые за мир, за свободу, присоединяйтесь к нам, поддержите нас. Мы народ толерант. Мы не хотим войны. Мы никогда не хотели. 30 лет мы ждали, пока мирным путем вот этот конфликт завершится, решится. Но, увы, в конце концов, как говорится, мы им дали, показали им место, и мы славу отвоевали своей территории. И мы добьемся, чтобы прекратился вот этот экологический террор, который происходит, проводят на наших законных землях, и эксплуатация наших природных, незаконная эксплуатация наших природных ресурсов. Мы этого тоже добьемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...